О капитальном ремонте вне очереди просят жильцы дома 5А по улице Тукаева. Кирпичи падают с высоты четвертого этажа. В подъезде сырость, кладка рушится на глазах, говорят горожане. А управляющая компания только и сделала, что красно-белую ленточку повесила. Почему обошлись только этой мерой? Падение кирпичей началось 10 марта, заметила старшая по дому Наталья Щербинина. Соседи предупредила, мол, под окнами не ходите и скорее в управляющую компанию. Там обещали меры принять, только пока мало что изменилось. И вот уже вторая неделя заканчивается, 24-й уже 30-й будет, не телевышки, ничего, только ленточка новенькая появилась. За градительную ленту жильцы, конечно, благодарны, только проблема-то не решена. На четвертом этаже того глядерамы вылетит из-за трещин, переживают горожане за соседей. А семья Баскаковых устала бороться с сыростью в квартире. У нас, получается, в квартире так же было бы, если бы мы не делали два раза в год ремонт. Что самое страшное, у меня тут находится колонка, только из дома получается. И вот это вот все, когда начинает дожди, когда вот эти снега тают, вот это все льется, это все льется, естественно, в дом. Дом построен в 1959 году. Капитального ремонта старожилы не припомнят. Надеются на регионального оператора, но четырехэтажка в списке на 2017 год. Кирпичи вылетают из вентканалов. От их ремонта управляющая компания не отказывается. В дом пришел в том году, им срочно понадобилось снос деревьев. И все деньги ушли у них туда. Будем делать полосу, штукатурить и налаживать кирпичную кладку. В плане уже включены эти деньги, эти работы. Погодные условия, сами знаете, какие. В такие погодные условия не производятся такие работы. Этого комментария мы добивались два дня. Жильцы и того дольше. Но ответ управляющей компании их не устроил. Люди опасаются, что кирпичи еще повалятся и не раз, пока управляющая компания погожих деньков дожидается. Тогда бы оградительную ленту не жалели. А то ограничили только пару метров.